Ох, Карл. Столько трудов и не напрасно. Да. Хорошо, что доктор Тритон разрешил нам установить здесь портал. Потому что идеальные места просто не придумать для этой штуки. А ну-то всё хорошо, но портал не работает. Нужен ещё какой-то элемент. Да, мы знаем. Этот элемент называется силовой камень. Точнее, силовая руна. Так, пять вырезанных рун. Повсюду. Вот. Почерневший камень. И... Вручную из комбинации бездейственных рун. И глаза Эндера. Карл, у нас появились проблемы. Мы не знаем, где найти ещё бездейственные руны. Так в храмах же, которых я не нашёл. Ну вот именно. Мы нашли только действенные руны. А есть ещё бездейственные. Глаза Эндера. А, точно. У, это типа бездейственные руны. Да, точно. И глаза Эндера. Проникнутого в центральный почерневший камень. Это ещё как? Я не понимаю. Глаз Эндера и почерневший камень. Почерневшего камня у меня куча. Но вот где найти Эндеров в нашем-то городе? Мы можем выйти на ночную охоту. Эй, Карл. Я тут от санитара слышал то, что есть неподалёку один домик, в котором раньше жили люди. И там завелось много монстров. Среди них, возможно, имеются Эндермены. Это отличная новость, доктор Тритон. И где же находится этот дом? Слушайте внимательно. Он находится... Эээ, так это ж прямо рядом с нашим домом. Ну да. И об этом месте ходят очень дурные слухи. Там пропадают люди, говорят некоторые. Но я уверен, такие санитары, как вы, не пропадёте. Удачи вам найти, Эндор Жемчуг. Спасибо, доктор Тритон. Карл, пошли. Не будем задерживаться, а сразу же пойдём. А, Витго, ты уверен, что это безопасно? Ну... А из каких проблем мы с тобой не выпутывались? Ну слушай, по-моему, это мне кое-что напоминает, Витго. А что, Карл? Карл, это мне напоминает ту историю с отелем аниматроников. Так, это не тот дом. Он по соседству. А вот и этот дом. Тот самый невзрачный соседний наш многоэтажный дом. У него четыре этажа. Вот здесь вот какие-то кирпичи выступают. Вообще не понимаю, что это такое. Ну что ж, Карл, пошли. Вау! Ладно. Ладно. Карл, вот теперь уже страшно становится. А я говорил? Ладно, я зря тебя не слушал, но всё-таки нам же нужно что-то с этим делать. Нам нужно найти Эндор Жемчуг. Да что ты будешь делать? Ладно, палки возьму. Я сперва подумал, что это просто дырка в полу, а это оказалась ловушка специально для таких гостей, как мы, Карл. Жесть. И ты хочешь продолжить исследовать этот дом? Ну давай попробуем. Ой, не гони, Витго. Чё-то чувствую я, что ты тоже, как я, хочешь свалить прямо сейчас. Ну, это не совсем правда. Отлично, капканы вообще не работают. Они как декоративные. Они давно заржавели. Так это что? Это какой-то магический шар розовый. Видимо, тут какая-то гадалка жила, и она по нему гадала. Ну что ж, пойдём, Карл. Изучать эти местные окрестности. Ох, ё-моё, засада. Засада скелетов. Жёсткая засада, Карл. Ау. Карл, там очень жёстко. Да, хорошо, что я с тобой не пошёл. Да, блин, подстава. Так, я восстановился, и вперёд! Покушение на скелетов продолжается. Охренеть, как они больно стреляют! Хотя, по-моему, проблема в том, что я просто подставляю их под их выстрелы. Так, стандартная квартирка Майнкрафтера. Ничего примечательного. Паутина везде, домик старенький. Картина висит какая-то. И какая-то пластинка! Думаешь, её следует брать? Ну давай попробуем. Всё в хозяйстве может пригодиться. А, зачем я вообще раньше времени поднялся на этот третий этаж? Что тут происходит? Тут паутины, блин, разборки. Паутины и войны. Фигаарь пауков! Вроде бы отбились, блин. Это паутина, конечно, тут уже повсюду просто. Мне кажется, она в рот мне лезет уже. Так, ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Это какая-то... Книга волшебная. Но, впрочем, ничего необычного. Обычный стол с зачарованием. Зеркало. Так, верстачок обычный. Кактус. Огромный сундук, в котором ничего нет. Ну, собственно, мы эндермена пока не нашли. Пойдём дальше, Карл. Уверен, скоро мы его найдём. Блин, почему я никогда не ошибаюсь? Бегаарь эндермена. О, отлично, он застрял в паутине. Это что ещё? Такое. Я что-то нашёл. О, я нашёл эндерджемчик. Прекрасно, Карл. Теперь мы можем отсюда валить. Да, отличная идея, Витгу. Давай же сделаем это поскорее. Ну нет, сначала надо всё изучить. Так. Тут у нас котелок. Видимо, тут реально какая-то гадалка жила. Столько зеркала. На что тут духов призывала? Так. Верстачок, печка, ничего примечательного. Зелье варочка. И... О-о-о-о! Не каждый может себе позволить эндерсундук. Больше всего меня впечатлило то, что тут есть огненный порошок. Как раз для зелье варки вот этой вот. Но ясен пень, что огненный порошок нам для кое-чего другого. Па-бам! Теперь у нас есть один из ингредиентов. Обалдеть. Слушай, Карл, тут паутины толком-то немного. Она только вокруг зеркал. Будто есть в них какое-то... Странное... Вещь. Ты что, зови, Свидгу? Я не узнаю тебя. Да нет, просто я посмотрел на эту картину... И... Понял, что тут какая-то загадка. Видишь ли, Карл, на всех трёх этажах мы нашли по одной картине. Ну и чё, три картины, и чё мы имеем? Три минус три будет ноль, значит мы вышли в ноль. Значит мы, в принципе, можем идти домой, да? Нет, погоди, тут картина, видимо, гадалка эта хотела призвать Визера, у неё её не получилось. И в общем, картина такая осталась висеть, как напоминание. Но я увидел тут раз зеркало, два зеркала. И думаю, нужно принести ещё одно, чтобы что-то свершилось. Ты опять хочешь какую-то нечисть призвать в наш мир, Витгу? Ну ничего не меняется с годами. Ааа, давай просто возьмём... Дааа, вот это зеркало. Оно как будто всё... Делает необычным. Так, берём его. Теперь вешаем вот сюда. Карл, я кажется что-то вижу. Ааа, Витгу, кого ты призвал? Ты чё, сатанёга что ли? Это же гигантский, мутировавший, свинопаук. Ааа, ладно. Бьём этого свинопаука вперёд, Карл. Ааа, не получается. Видимо, обычные атаки на неё не срабатывают. Тогда что сработает на неё в таком случае? Я не знаю, ты её вызвал, ты разбирайся. Ааа, ладно, мне Трикс. Ааа, мне Трикс и глючит и не работает. О нет. Что же вы наделали? С этим монстром будет нелегко справиться. А ты ещё кто такой? Кто ты такой, парень? И откуда ты вообще здесь появился? Это долгая история. Я прыгнул сюда через зеркало, как только понял, что где-то в мире заспавнился ещё один зеркальный монстр. Это вы его призвали, ведь так? Ну да, но мы просто хотели разгадать тут загадку и, возможно, что-то получить взамен. Вы такие наивные, что предполагали, что что-то получите взамен, кроме смерти, когда связываетесь с самой опасной тёмной зеркальной магией. Но мы ни о чём таком не знали. Мы просто решили разгадать одну головоломку здесь. Как майнкрафтеры, мы же любим головоломки. Мы специалисты, мы хотели разобраться с нечистью в этом доме, но в результате её призвали. Ладно, в любом случае разбираться уже буду я. Вперёд! Зеркальный монстр, знай! Я Рюки, и я тебя уничтожу! Не стоит пробираться в мир живых и пытаться их поглотить. У тебя всё равно не получится стать сильнее. Я не понимаю, о чём ты говоришь, но я помогу тебе лупсачить этого монстра. И я вам помогу, ребята! Вперёд! Разберём эту свинину! Зеркальный монстр почти повержен, я это чувствую. Неужели вы настолько сильны, ребята? Да, нет, мы не сильнее тебя. И ты не сильнее нас, возможно. Но вместе мы работаем отлично. Ещё чуть-чуть, и монстр повержен. Да! Ого, сколько с него выпало свинины. И химикат какой-то! Химикат! Видимо... Та старая ведьма, которая раньше жила в этом здании, она и сделала этого монстра таким. Ну что ж, ребята, мне пора идти. А вы оказались не такими уж глупыми и обычными людишками, как я думал. Ну так, мы же санитары космоса. Мы здесь местные герои. Этот химикат, который... Этот химикат X очень опасная штука, которая превращает любое живое существо в монстра. Но в принципе, если отдать это вещество гениальному учёному, хорошие и продвинутые руки, то можно сотворить нечто невероятное. Хорошо, мы так и сделаем, ну в смысле уничтожим этот химикат Ладно, будьте осторожны, ребята Ведь в следующий раз на вас может напасть нечто очень необычное Эй, погоди, Рюки, так тебя зовут, герой Ну да, Рюки, это моё имя под маской Под маской? А что скрывается под маской? Обычный человек, но впрочем личность я не разглашу вам, это секретно Не, мы понимаем, мы просто хотим спросить у тебя совета Ты же путешествуешь между зеркальным и нашим миром, я так понял Да? Мы хотели бы спросить у тебя совет насчёт путешествия между мирами Ооо, ребята, путешествие между мирами очень страшная штука Без должной подготовки у вас просто ничего не выйдет Это в лучшем случае А в худшем вы погибнете от рук самого жестокого существа В измерении, в котором вы будете гулять Это всё? Да, в принципе, это всё, что мы хотели знать Но если это всё, прощайте, ребята И больше не попадайте в неприятности, ладно? Очень не хочется постоянно вас вытаскивать Впрочем, вы можете с этим справиться сами Как я увидел Прощайте Ну слушай, про подготовку Это мы и так знали Да, но возможно Мы что-то сможем сделать с этим В смысле, то есть ты наврал ему Когда сказал, что мы это уничтожим Да, мы это уничтожим Но если доктор Тритон ничего не сможет с этим делать А что-то мне подсказывает, что именно эта штучка и откроет нам путь В измерение Возможно, при помощи неё мы сможем как-то видоизмениться Или, может быть, вообще Найдеть какую-то сверхсиловую броню, чтобы нас не атаковали Ибо даже если на нас нападут армии монстров из другого мира Мы сможем отбиться Звучит очень эпично, Витго Жду не дождусь передать доктору Тритону это А ещё у меня выпала куча жареной свинины Так что мы теперь не будем голодать А ещё у меня тут есть вот эта вот штучка Это что? Это... Я сам не понимаю, но похоже на какую-то печать Да, очень странная печать Видимо, какая-то игрушечная Да нет, она выпала из мутанта Значит, по-любому какую-то суть она Исполняет в себе Это печать с изображением паука А что если это то, что превратило Свинью в паука? Гениальная гипотеза, Витго Но у меня уже мозги болят от этого Давай просто вернёмся к доктору Тритону Поддерживаю, Карл Ух А, по-любому Да нет, это... Чlly